О реализации проекта православных инициатив мы поговорим с министром социального развития Саратовской области Ларисой Викторовной Калязиной. Добрый вечер, Лариса Викторовна. Добрый вечер. 26 октября в библиотеке Саратовской духовной семинарии состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителями проекта православной инициативы. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой встрече, что на ней обсуждалось. Эта встреча была именно с участниками проекта православная инициатива, который работает с 2006 года и наши учреждения, 16 наших учреждений принимают участие в этом с 2009 года. И на этой встрече как раз и шел разговор о том, нужен ли такой конкурс, какой результат получают люди, которые принимают участие в этом конкурсе, люди, которые помогают тем, кто участвует в этом конкурсе и для чего это все необходимо. Поэтому встреча была достаточно продуктивная и, естественно, результатом этой встречи стало то, что, безусловно, это необходимо, это важно, это интересно и это дает свои результаты. Скажите, пожалуйста, а как в целом строится взаимодействие министерства с представителями Русской православной церкви? Ведь наверняка работа идет не только в рамках проекта православной инициативы. Подписано соглашение о свободном доступе священнослужителей в наши дома-интернаты для престарелых, для того, чтобы со старшим поколением вести соответствующие беседы. Есть молельные комнаты, именно которые сделаны по просьбе проживающих в домах-интернатах. Совершаются паломнические поездки детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями, но, наверное, тем людям, которым необходимо вот такое вот общение в первую очередь. Кроме этого, уже восьмой год на территории Саратовской области работает православный лагерь «Солнечный», и в котором тоже находятся дети, которые относятся к категории «трудная жизненная ситуация». То есть у нас самое тесное сотрудничество непосредственно по вот той категории людей, с которой мы работаем. Ну, то есть, получается, такие совместные проекты министерства и церкви, они интересны всем возрастным категориям, или они ориентированы на какую-то конкретную возрастную группу? Нет, они интересны абсолютно всем возрастным категориям, потому что есть проекты, которые специально для старшего поколения, есть проекты, которые для детей с ограниченными возможностями, с приобщением детей здоровых, для того, чтобы вот эта вот безбарьерная среда, вот это вот как бы равенство в обществе именно в плане физическом, физиологическом, оно присутствовало. Поэтому это абсолютно все слои населения. Есть проект, который позволяет работать и помогать мамам, одиноким мамам малолетним, либо мамам с детьми инвалидами найти себя в этом обществе, не потеряться, не замкнуться в этом обществе. Потому что здесь самый разнообразный спектр. Лариса Викторовна, спасибо за то, что были у нас в гостях. Спасибо вам. Я напоминаю, у нас в гостях был министр социального развития Саратовской области Лариса Викторовна Калязина. Спасибо.